С вами Индия, и сегодня мы поиграем в 7 Billions Humans. Это великолепная игра от создателей Tomorrow Corporation и World of Goo. Мне очень нравятся эти разработчики, особенно их игры про форматирование. Ого. Связывается с информатикой в общем. Программирование, бог. И давайте посмотрим. Скорее всего я пройду её полностью, но это не точно, потому что игра довольно сложная, как я понимаю. Ооо, да-да-да, тот самый лифт. А ну-ка, насколько тут огромный? О. Ну, огромный. Я думаю, я дойду где-то до синего, а красный, я думаю, мы не пройдём. И оранжевый. Ну, посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... You want jobs? You will have jobs. They will be the best jobs. Huge. Believe me, you have never seen so many jobs. Where can we get these jobs? Just show up on Monday. The machines have created enough jobs for every single person on the planet and the whole family to enjoy. I have a PhD in medieval French literature. Even the most useless skills can be put to work in the new office building visible from space. Congratulations, all 7 billion humans on the planet. You're hired. Я не буду делать всё, что вы им скажете. Теперь нам нужно применить всю рабочую силу. Пожалуйста, скажите всем поднять зелёные кубы с данными. И брось их обратно. Ранний успех повышает самоуверенность. Окей. Так, они упростили немного, да, работу? Подобрать... Бросить? Сразу трём, да, значит? Они сильно изменили игру, кстати. Само это программирование. Отличная работа. Эти рабочие явно эксперты по поднятию и опусканию вещей. Ура! Мне нравится, когда дети кричат. А, ещё! Они сделали Little Inferno, точно. Я думаю, какую-то ещё игру не сделали. Ну, Little Inferno мне не так сильно понравилось, но она довольно атмосферная. Эй, вы все! Эта линия кубов с данными слишком далеко, чтобы её прочитать. Пожалуйста, скажите своим рабочим передвинуть всю линию кубов с данными вниз на две клетки. Поставьте её ровно между двумя растениями, чтобы их было лучше видно. Мои очки всё-таки не с... Диопри... Диоп... Три... Диоприями. А не для красоты. Чё? Так, шаг подобрать... Шаг, шаг... Бросить. Надо будет быстрый клавиш назначить. Как-то лучше. Как и в случае иконок на рабочем столе, самое главное правильное расположение. Так, ну я думаю, мы быстро будем пробегать первого уровня. А вот дальше? Я думаю, мне потребуется ваша помощь. Недавно прочитал книгу о сознательной медитации. Как оказалось, это очень важно. Можете доложить её у меня чуть позже. Мне бы хотелось провести в порядок свой разум. И комнату. Все кубы с данными, и рабочие должны исчезнуть, чтобы дать мне сконцентрироваться. Рабочие, пожалуйста, возьмите кубы и идите вперёд, пока не покинете комнату через одно из задач на расположенных отверстиях в полу. Что же вас ждёт внизу? Отличный вопрос. Я подумаю о нём во время медитации. У вас новая команда. Прыжок! Эта команда предназначается не для того, чтобы рабочие прыгали вверх. Вот это расскажет вам, о чём она на самом деле. Так, ну я в курсе, я уже... Я уже в курсах. Я в курсах, чудес. Что всё это делает? Я как бы программист, знаете ли. Нееет! За что их? Я надеюсь, там не играть в Little Unferno. Я океан. Я осенний лес. Я закат. Я... Голоден. Кто-нибудь ещё хочет поведать? Нет? Давайте все зададим себе маленький вопрос. Если бы вы предпочли... Блин, вы бы предпочли... Вечный ад или погибель? Или сходить в довольно весёлый корпоратив? Теперь у вас есть команда, которая поможет вам определиться. Посмотрите все налево. И направо. С одной стороны у вас есть кубик, освещающий дорогу к корпоративу. С другой... Вселенские муки. Используйте вашу новую команду, если... Чтобы определить, с какой стороны находится куб. И продолжайте двигаться в этом направлении, пока не упадёте в дыру, идущую к празднеству. Выбирайте с умом. Увидимся там. Так... Так... Если... Справа от вас находится куб данных... Блин, как? Они... Они ещё усложнили игру! Это великолепно! То... Сделать шаг вправо. Подобрать. Потом... Сделать шаг вправо. Прыжок. А если... Нет, стоп. Если... Слева от вас находится куб данных... То... Блин! Эта игра великолепна для меня. Просто... Я не знаю. Это будет одно из лучших прохождений на канале. Потому что... Я обожаю игры, завязанные на программировании. Так, нет. Вообще-то не так. Сейчас это, конечно, просто. Но потом, когда я буду тупить... Хотя, на самом деле, кстати... В комментариях в стиле стример не тупой и ютубер не тупой, они не будут канать. Потому что я уверен, что... Только, наверное, 1% подписчиков будет играть в эту игру лучше, чем я. На самом деле. И я надеюсь, этот 1% поможет мне. Так. Шаг влево. Подобрать. Шаг влево. Ну, блин, они её, конечно, довольно сильно усложнили. Теперь, конечно, всякие эти программы. Столько всего. Отлично. Поздравляю. Это было удивительное инженерное решение. Но на вечеринку мне что-то не хочется. Веселитесь без меня. Ещё персонажи из старой игры. Довольно... Как сказать? Колоритный. Крохотный умножитель. Я изучаю программирование. И уже довольно неплохо вызнаю. Настолько, что даже выполнил ваше поручение за вас. Ну, около того. Этот рабочий должен взять куб, который находится снизу, не падая в отверстие в полу. Но что-то пошло не так. Поэтому я позволю вам всё починить. Давайте вместе посмотрим, что из этого выйдет. А, ну ты изи. Да-да, я понял, я понял. Эвелина. Бедная Эвелина. А, там проверка. Если. Так я могу просто в ней сделать, по сути. Ну ладно. Если... Я подумать. Блин, а... Я могу как-нибудь нафиг всё убрать? Дайте подумаем. Здесь 13 действий. Если занимает раз-два действия. Я бы мог сделать. Шаг право. Шаг право, шаг право. Просто вот так. Добавить два раза шаг вправо. Ну, вряд ли это очень правильно. Но, кстати, тут нет условий, как в той части. То есть тут нельзя... Точнее, не надо делать всякие дополнительные условия. Это странно, на самом деле. Мне нравилось именно... Эм... Делать идеальную программу. Ну, окей. Пока не просят, а ладно. Это место полный бардак. Да, с ним можно общаться. Но, естественно, натиху мне нужен. О, ура. Ура. Самая полезная команда в этой игре. Так, окей. Так, окей. Если снизу от вас нет куба, то... Эм... Эм... Если от вас снизу нет куба, то... Эм... Нет куба-куба-куба данных, то... Эм... Тогда проверим. А, ну я понял, я понял, понял. Отстань от меня. Прыжок. Привет, иди нафиг. Эм... Проверю-ка. Так, дальше. Прыжок. Эм... Если, то вниз, и прыжок сюда. Сюда. Если... Иначе. 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 Шаг вперед. Не, стоп. Не, не спереди. Давай по центру. Куб данных. Иначе. Подобрать. То, что... А, я могу подобрать что-то справа или слева. Они улучшили эту механику. Подобрать. И сделать. И что сделать? Шагать вниз. По... Конец. И подобрать. Если. Вот там, снизу, перед ними. Не. Обрыв. То... Делайте шаг вниз. Постоянно. Но. Если. Кстати. Очень программирование вместе с Индией. Ну, ладно. Ну, вообще, да. Кстати, эта игра довольно неплохо программированию обучает. Я благодаря первой части основу программирования быстро выучил. Я сейчас программирование не лучше знаю, чем раньше. Ну, как бы я не знаю команды. Но основу программирования я знаю идеально. Иначе... Иначе... Вни... Не, стоп. Вни, все же сделали. Иначе бросить. Все. Проверка. Ну, блин, они прикольно довольно сделали, на самом деле. Стоп. В смысле, а остановиться. Прыжок. Откуда прыжок здесь? Подождите. Сейчас прыжком делать. Если прыжок уберу, то ничего не сработает. Не начинаю с самого начала все делать. Надо как-то улучшить. Значит, делаем справа. Подобрать спереди. Вот. Это должно сработать. Теперь они не будут думать, что... Можно повторить это. Вау. Теперь мы живем опасно. Можно сказать, на грани. Ха-ха. Подожди. Ааа. То есть я правильно сделал. Мне надо было их убить. В итоге. Ну, окей. Я вас понял. Так, ладно. Давайте у нас перерыв. Так что сделаем перерыв и здесь. Увидимся с следующей серии. Я сразу же буду ее снимать, потому что... Я не смогу до 20 сентября аж снимать видео. Поэтому мне надо снимать их сейчас. Так что увидимся. Все пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok.